Мир вам, дорогая Церковь! Я рад сегодня утром быть вместе с вами в Доме молитвы. Благодарим Господа за Его милость, за Его любовь, которую Он проявил к нам в течение прошедшей недели. И вот мы в воскресный день, в это утро здесь, перед Ним. Слава Господу! Мы продолжаем тему ученичества. Если вы посещали богослужение, помните, мы проходили все темы. Сегодня очень интересная тема. Брат вначале говорил, Данил, о том, что общение – это очень важно, и нам нужно расти, устроять себя дом духовный. Я хотел говорить сегодня об общении веры. Интересно, что, когда я прочитал, оказывается, это слово вместе записано всего один раз в Библии. Может быть, я ошибаюсь. Есть общение Духа, общение с Богом, общение друг с другом. Ну вот, общение веры, оказывается, всего один раз написано и в самом коротком послании апостола Павла, послании к Филимону. Давайте мы вместе прочитаем это место Филимона, послание апостола Павла к Филимону. Всего одна глава, 25 стихов. Шестой стих и седьмой мы будем читать. «Дабы общение веры Твоей оказалось деятельным, познание всякого у вас добра во Христе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». Ну, можно еще 17-й, пожалуйста, дайте. «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня». Аминь. Я хотел дать другой перевод этого стиха. Может быть, сложно. Нужно несколько раз читать, вникнуть. Что такое, как здесь Павел говорит, «Дабы общение веры Твоей оказалось деятельным, познание всякого у вас добра во Христе». Вот румынский перевод говорит, «Молю его, дабы это общение Твое в вере, чтобы явилось через дела, которые проливают свет на все блага между нами во Христе». Современный перевод русского текста говорит, «Я молюсь, чтобы Твоя вера, общая для всех, привела к постижению того блага, что есть у нас благодаря единству, единению со Христом». Итак, что такое общение? Я хотел сказать слава Богу, что Бог дал нам язык, где мы можем говорить друг с другом. Вообще, слово «общение» в Библии повторяется 19 раз, несколько раз в неканонических книгах, 15 раз в канонической Библии, и только 7 раз оно повторяется в Новом Завете. В первое послание апостола Иоанна три раза говорит об общении. Когда мы говорим об общении, и это слово очень интересное, потому что мы часто употребляем. Общение – это не пустой разговор. Вы слышали такое, может быть, высказывание, где вы были? Да просто встретились и о чем говорили? Обо всем, а ничем. Есть такое общение. Правда, оснований никакого. Просто поболтали, просто провели время. Когда мы говорим, встречаются верующие, они имеют в основании своего общения веру. И вот общение брата с братом на основании веры, которую они получили через Слово Божие, они утверждаются в этом Слове. Оно дает духовный рост, потому что в основании стоит вера, Слово Божие. Я часто наблюдал, может быть, и здесь, в молитвенном доме, и там, где я был, служителем. Многие верующие проводят общение во время служения в коридоре. Интересно, а какая тема этого общения? Когда здесь говорится о Боге, о святости, о спасении, мы позволяем себе провести время. Иногда даже в зале некоторые позволяют говорить о чем угодно. Достать мобильный телефон, отвлечься. Это ли является общение? Вообще, центральная тема послания к Филимону это прощение и принятие. Два человека встречаем здесь, интересные имена. Это Филимон и Анисим. Филимон был великий, богатый человек. И вот однажды он покаялся. Это произошло в церкви в Колосах. В его доме была домашняя церковь. Павел несколько лет проповедовал в Колосах. И он полюбил Павла и настолько полюбил Господа, что он решил быть частью этого служения. И здесь в первом стихе апостол Павел обращается к нему как возлюбленный и сотрудник для общего служения, которое совершают. Но в доме Филимона нечто случилось. Будучи богатым человеком, у него были рабы. И вот однажды Бог допустил, чтобы один раб по имени Анисим совершил какой-то неправильный поступок. Вообще-то нет причины и не указывается. Просто апостол Павел говорит, если он чем-то должен, я заплачу. Видимо, он посягнул на имущество, которое было у Филимона. И этот конфликт, который создался, некоторые говорят, что Филимон был очень жестоким человеком. Будучи хозяином, имея при себе рабов, он позволял грубо обращаться к своим слугам. И, может быть, Анисиму что-то не понравилось. Я читал интересное такое высказывание о том, что произошло. Из-за того, что Филимон был грубым человеком, Анисим решил уйти. И даже нечто украл и убежал от него. И далеко не убежал. Он убежал в Рим, а там что-то совершил опять и попал в тюрьму. Будучи в тюрьме, он познакомился с Павлом. Павел начал ему проповедовать Евангелие, и он покаялся. И при этих беседах, встречах, Павел узнал, кто такой Анисим, и что он убежал от Филимона. Оказывается, Филимон – его близкий друг. И вот перед Павлом стоит задача. Как возвратить, как восстановить их отношения? История Анисима и Филимона – это наша история. Мы были тем мятежники, мы были теми, которые не слушались. Но однажды Бог заговорил каждому из нас. Я думал, почему такое короткое послание, имея вот этот конфликт семейный, вдруг появилось на странице Священного Писания? Что же хотел Дух Святой сказать через конфликт, который произошел? Сегодня в каждой семье есть неприятности, даже конфликты. Если бы писать все, что происходит, сколько посланий можно было писать? Но почему-то апостол Павел, который сталкивался с семейными вопросами, здесь он сосредоточил свое внимание. Наверное, он увидел в Филимоне нечто, что не видел другой. Он увидел в Анисиме убегающего раба, который украл, вор. И он увидел в этом человеке нечто очень ценное. Говорят, что впоследствии Анисим стал епископом Ефейской церкви. Насколько это правильно или неправильно. Вот такой взгляд имел Павел на людей, которые его окружали. И заканчивается жизнь, хотя здесь нет. Некоторая история из архивов говорит о том, что Анисим согласился вернуться по согласию и по просьбе Павла. Он пришел к Филимону, и рабы, которые встретили его, позвали хозяина. Филимон пришел и с таким, знаете, приказным тоном бить его и закрыть его, пока не возвратит все, что он украл. Анисим, стоя скромно перед ним, сказал, я готов принять все, но прежде, пожалуйста, у меня есть маленькое письмо, которое ты должен прочитать. И он вручил ему письмо Павла. Хотя Филимон не очень-то соглашался читать, но потом все-таки, когда увидел, что Павел обращается, заплакал. Прочитал это письмо до конца, обнял своего раба и сказал, брат мой. Это нам легко сегодня читать эту историю, рассказывать, предлагать. Интересно, как это было. Знаете, каждый из нас совершает какой-то неправильный поступок друг перед другом. Это и в семье происходит. Муж по отношению к жене, жена по отношению к мужу. Как тяжело восстановить эти отношения. Представьте себе богатый человек, имея столько при себе имения людей. Вдруг надо принимать вора и восстановить его на уровень брата. Это не так легко. Павел понимал, что то, что он дерзнул сделать, написав это письмо, свое желание, он понимал ответственность. Он переживал, согласится ли Филимон на это. Состоится ли это пожелание, это его молитва, это его просьба. И говорит, примешь его, так будешь меня принимать. Если он что-то должен, я заплачу. Настолько полюбил Павел Анисима, чтобы готов был стать вместо Анисима. Я думаю, что это хороший, прекрасный урок, дорогие братья и сестры, для служения. Я бы назвал это общение веры, это служение, которое Бог верил каждому члену церкви, как дети его. Это не говорится о служителях, о проповедниках, о пастырях, о хористах, это говорится каждому. И смотрите, общение веры, дабы общение веры твоей было деятельным. Как это понимать? Оно должно работать действенно. Должна быть жизнь в этом общении веры. Это не просто слова. Мы говорим сегодня о служении, общении веры, как практический урок, который очень важно. Потому что, принимая это в своей жизни, практической, в общении друг с другом, мы понимаем, насколько мы нужны друг другу. Это единство среди нас. Это единство дает свои плоды. Это единство помогает нам возрастать духовно по знанию того, что мы делаем, что мы говорим. Мы берем на себя ответственность при общении веры не только говорить, но и исполнять. Здесь практический урок, который Павел приводит для всех нас. Поступок Анисима привело к тому, чтобы родилось вот это короткое, прекрасное послание к Филимону. И говорит, общение веры твоей должно быть деятельным, действенным, живым. Ты должен понимать, что просто общение мертвое не должно быть. Дальше мы будем касаться, что это за действия должны быть со стороны Филимона, как он должен поступать. Познание всякого у вас добра. На румынском говорит, чтобы явилось то благо, которое есть в тебе. Выявить то добро, которое есть у нас. Момент, когда мы покаялись, пришли к Господу, мы имеем общение с Ним. Мы в последневной жизни должны иметь общение веры, доказывая это не просто словами. Мне кажется, в последнее время, в 21 веке, общение веры потеряло свою цель. Предназначение нашего общения, оно теряется. И это видно очень красиво в церкви. Это послание для верующих. Смотрите, общение среди музыкантов, туда больше никто не зайдет. недавно приехал один брат из Молдавии и рассказывает, что они где-то играли и говорит, что мы играли и там не ту ноту. И так он улыбается, понимая, я даже понятия не имею, когда он это ошибся. И говорит, вы ничего не понимаете в музыке. Общение музыкантов, общение бизнесменов, общение простых, и у каждого есть своя тема. Апостол Павел объединяет все эти общения и говорит, общение веры ваше должно быть деятельным, действенным. Деятельным это могущественным. Интересно, как один богослов описывает, что такое общение веры. Это трудно перевести, это не простой милый разговор. Это совместная жизнь. Она может переводиться, как принадлежность. Верующие принадлежат друг другу вследствие веры во Христе. Прощая Анисима, Филимон призывает свою принадлежность ему, как брату во Христе. Деятельный это означает могущественный. Такой акт был мощным посланием для церкви вестью о важности общения, включая отношения между рабом и хозяем, простить брата по вере, как бы он тебя не обидел. Это признак заботы об общении. Восстановите отношения. Сегодня призыв ко всем нам. Общение веры, что дает мне. Ученые говорят, что это многоплановый процесс, где человек может реализовать себя и впоследствии может быть уважаемый, почетный или же исторгнутый из того круга общения. Бог в Адемском саду имел общение со своим творением, но оно недолго продлилось. Вторгся грех, который разрушил общение Бога с человеком. Каждое утро прохладе дня, Бог приходит для общения с человеком. И все попытки Бога в Ветхом Завете, чтобы снова вернуть человека в общение с Ним, они на время и теряют свою силу и свое предназначение. И вот мы встречаем в Новом Завете Бог посылает Сына Своего Единородного. И смотрите, апостол Иоанн описывает в первом послании Иоанна 1.3 о том, что вы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Шестой стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжом не поступаем по истине. Седьмой стих. Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Коринфянам 1.9 «Верен Бог, Которому вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Молитва благодати содержит в конце этой молитвы благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и дальше и общение Духа Святого со всеми нами. Может быть, как и я, и вы не обращали внимания на это важное служение, которое Бог верил нам, как детей своих, как церковь, общение. Есть общение между членами церкви, между верующими, есть общение в церкви, мы общаемся через молитву. Кто-то сказал, что общение веры – это диалог, где ты можешь говорить и потом послушать, где ты можешь получить ответ и дать совет. Общение – очень важное служение. Ученик Иисуса Христа должен возрастать и приносить плоды общения веры. В основании нашего общения, друзья, дорогие братья и сестры, может быть, сегодняшнего дня нужно менять свою тему общения, чтобы не было просто провеждения времени, а было общение веры. На основании Слова Божьего мы, разбирая Писание, понимаем, что Бог верил нам в великое здесь служение. Практической жизни – это все слова, которые мы говорим. Теперь Павел говорит, вот смотрите, в четвертом стихе, он описывает жизнь Филимона, «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебе в молитвах моих». Смотрите, апостол Павел, будучи в Риме узником, он не переставал через свою молитву иметь общение с Филимоном. «Я вспоминаю о тебе в молитвах». Что же совершил этот человек такое в жизни Павла, что Павел постоянно приносил его, говорит, «вспоминая о тебе молитвах моих». Дорог был для него Филимон, все, что он делал. Смотрите, пятый стих, «слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Вот эта жизнь практическая Филимона, который участвовал в служении, поддержке апостола Павла, стала доступным и дошла до Рима. Люди говорили, свидетельствовали, кто такой. И апостол Павел подчеркивает в пятом стихе, «я слышал о твоей любви, я о твоей вере, которую ты имеешь к Господу и ко всем святым». Апостол Павел был человеком, который не только видел людей, которые нуждаются в спасении, покаянии, он видел людей, которые возвращались к Господу, они покаялись от всего сердца и на этих людей можно было положиться, он видел веру их и любовь. Действительно, сотрудник Божий, апостол Павел, что сегодня можно сказать, как мы видим детей Божьих, как мы видим сотрудников своих, «я слышал о твоей вере, о твоей любви ко всем святым». И шестой стих он делает основание и акцент в своей молитве «дабы общение веры твоей оказалось деятельным». Все, что ты делаешь, это хорошо, но то, что я предлагаю, это более сложно, это вообще непонятно для людей. Люди мира всего так не поступают. Я хочу, чтобы ты, Филимон, понимал, насколько важно общение веры, чтобы она оказалась действенным, живой, чтобы ты понимал познание того добра, блага, который есть в тебе для всех святых во Христе. Я хочу, чтобы вот это служение твое, материальное, которое ты совершаешь, оно не остановилось только на Павла, оно имело продолжение. покажи вот это общение веры по отношению к твоему рабу, который, может быть, и поносит тебя, поносил тебя, может быть, украл у тебя, может быть, что-то совершил такое, что по-человечески невозможно простить. Апостол Павел поднимает так высоко этот духовный рост Филимона и говорит, ты выше стоишь, я хочу, чтобы ты понимал, что все, что ты делаешь доброе, это хорошо, но оно должно иметь продолжение и ты должен видеть в этом. Прощай, Анисима, ты принимаешь меня. Принимай, Анисима, ты имеешь общение со мною. Павел идет дальше и говорит Филимону, я знаю, что ты это сделаешь, я понимаю, что это очень тяжело, но он идет и говорит, если что, я готов заплатить. Я не знаю, как бы мы реагировали, если бы мы сегодня получили ну такое письмо от ответственного пастыря. Он узнал о наших некоторых конфликтах, да, и вдруг он решил восстановить наши отношения, хотя это служение Виталию Викторовичу достается очень много. И мы получаем эти письма и беседы проводятся, понимаем ли мы до конца. Я хочу, чтобы послание Павла к Филимону, хотя очень много тем здесь для размышления можно в другой раз говорить о прощении, очень важно, общение веры очень важно. После всего, что произошло, мы не должны останавливаться. Именно в этих моментах, конфликтах, ситуации, которые Бог допускает в жизни, Бог хочет, чтобы мы стали зрелыми, духовными. Мы принимали те обстоятельства, как Богом допущены. Вот представьте себе на мгновение, что Филимон бы не принял бы Анисима. Анисим бы ничего не совершил в доме Филимона. И что? Новый Завет потерял одно из важных посланий из книг, которое говорит о практической жизни. Братья и сестры, ученик Иисуса Христа это не только теория, это повседневная наша жизнь, сталкиваясь с различными проблемами в жизни, с ситуациями, с верующими, с неверующими. Просьба Павла это просьба самого Иисуса Христа. Во Христе для святых мы должны иметь общение веры. Поэтому призываем сегодня каждого и себя самого, чтобы мы могли возрастать в общении веры, чтобы эта вера укреплялась и утверждалась. Многие делают общение на словах. Здесь говорит опознание того, что ты делаешь. Ты должен это сознательно, без сожаления, идти навстречу этого брата. Общение веры это выявляет на свет. Смотрите, Иисус говорит, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. Общение веры в жизни, жить красивой жизнью. 1 Петра 2.12 Имейте безупречное поведение среди язычников, дабы за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Общение веры это служение друг другу. Служите друг другу, 1 Петра 4.10, тем даром, который получили как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Общение веры мы созданы во Христе на добро. Пусть Господь сегодня благословит каждого из нас. Здесь Бог обращается сегодня Духом Святым к каждому из нас. Как мы относились к служению общения? Пообщались и ушли. Дело в том, что когда я помню был еще у своих родителей, наш дом был открыт, двери всегда и все, которые приезжали, имели место у стола, хотя у нас большая семья. Откуда брата оттуда обнимались и действительно братья. Вот это, мне кажется, качество общения веры сегодня потеряно. Люди поделились по мышлению, по качествам своим, по профессиям своим. А в церкви Иисуса Христа Бог хочет, чтобы, несмотря кто мы есть, цель апостола Павла поднять Анисима на уровне брата в глаза Филимона. Вы думаете, так легко? Вы думаете, так легко сегодня богачам покаяться тем, которые имеют какое-то материальное состояние? Это не легко стать рядом с нами. Я помню, когда церкви проводили собеседование для крещения, уже один человек, который покаялся, будучи лектором университета. Я стою перед ним, я не имел высшего образования, я ему говорю, брат, я извиняюсь, но сегодня вам, как профессор университета, придется сдать экзамен вот мне, который не имею высшего образования. Скромно отпустив голову, заплакал, говорит, брат, это не имеет значения. Человек, рожденный свыше, имея какой-то в этом мире важное служение, важную деятельность. Когда приходит к Господу, Он обнимает всех братьев нищего, как бы, среднего возраста, такого, которые в обществе они не так важны. А вот в общении во Христе, в церкви каждый из нас очень важен. Как кирпичик домостроительства очень важен. Дорогие друзья, братья и сестры, я не знаю вашу жизнь, но я знаю, что за каждого из вас на кресте было заплачено очень дорого. В церкви Иисуса Христа нет различия, кто мы есть в этом мире. Мы все прощены на Голгофе. Христос заплатил, отдал самого себя для того, чтобы мы сегодня, придя к Господу, покаявшись, стали братом во Христе. Именно во Христе можно иметь прекрасное общение веры, чтобы она была действенным, живым, чтобы эти дела наши были показаны, потому что многие люди делают добро. очень много добрых дел совершаются в этом мире, и люди мира всего имеют ли они в основании того, что они сделали, что это во Христе для святых. Пусть Господь благословит то, что ты делаешь, чтобы оно помогло тебе понимать, какое это важное служение, что Бог призывает каждого, Бог говорит каждому из нас, чтобы церковь была едино, нужно иметь общение веры, чтобы приносить достойные плоды, чтобы возрастать духовно, нужно иметь общение веры, без этого невозможно, это нечто новое, и апостол Павел тогда предлагает Филимону восстановить Анисима, сегодня призывая тебя и меня, может быть в твоем сердце есть человек, который ты годами не можешь восстановить его, видишь его, обходишь его, призывая тебя, именем Иисуса Христа, пусть твое общение веры будет деятельным, победи себя, восстанови брата, восстанови сестру, восстанови близкого друга на том уровне, который был до того, когда это все случилось, это нелегко, друзья, братья и сестры, мы призваны совершать вот эти шаги веры здесь на земле, чтобы через именно прощение Филимона Анисима церковь получила, потому что это послание было написано для Филимона, в его доме была небольшая церковь, и церковь должна была услышать об этом письме и о результате действия Филимона. Я думаю, что церковь возрадовалась, когда увидели, что действительно Филимон мог победить себя и восстановил Анисима на том уровне, как брата, уже не раба. Работал ли он дальше рабом, не знаю, но кто-то сказал в своих высказываниях, что Анисим стал проповедником в этой маленькой церкви и проповедовал, и Филимон сидел и слушал его. Это чудеса, которые совершает Бог с теми, которые покаялись, родились свыше, те, которые являются истинными учениками Иисуса Христа. И ты, и я можем стать такими. Мы призваны делать вот эти добрые дела не для глаз людей. В основании тех добрых дел должно быть основанием веры. Вера без дел мертва. Поэтому то, что мы делаем, не делаем, потому что люди что-то говорили. Хотя наблюдается и таких людей, которые бы помогли. Я помню, когда уже построили молитвенный дом, прошли десятилетия, встречался с людьми, и вдруг неверующий человек, как-то познакомились, он говорит, ты знаешь, я был большим человеком, когда строился молитвенный дом. Я очень много сделал добра. Может быть, Бог вспомнит обо мне. Я очень много помогал, потому что запрещали, не разрешали строить молитвенный дом. Я говорю, если не покаешься, добрые дела останутся там. Люди хотят, чтобы на добрые дела получить спасение без покаяния, обходя это. Общение веры говорит прямой путь через покаяние, рождение свыше. Человек совершает вот этот шаг веры, имея общение друг с другом, Словом Божьим, и с теми, которые идут за Господом. Пусть Господь в это утро благословит каждого из нас. И смотрите, 17-18 стих. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я Павел написал моей рукой, я заплачу, не говорю тебе, что ты сам собой мне должен. Смотрите, как красиво описывает Павел, то, что Павел говорит Филимону. Сегодня Дух Святой говорит о том, что совершил Христос для каждого из нас. на Голгофе был заплачен мой долг. Какое сегодня у меня общение? Просто слова, просто время проведения или в основании стоит вера, которая совершает великие чудеса. Она помогает мне меняться, стать взрослым духовно, и она становится хорошим примером для остальных. Ты слышал, ты слышала, как он мог это сделать? совершил великий поступок. Мы призваны. И, конечно, Филимон бы никогда это не сделал, если бы не было этого письма апостола Павла. Мы имеем это письмо перед собою, читаем и изучаем ее. Я хочу, чтобы Дух Святой заговорил сегодня каждому сердцу, как у нас происходит общение веры. Понимаем мы, что являя вот эти добрые дела во кресте для святых имели очень важную ценность нашей жизни. Пусть Господь нас благословит и поможет в этом. Аминь. Будем молиться, кто желает. Субтитры